привет с вами снова файл 6 меня зовут роман кириллович и новый ламповый эфир с сашей пиданом которого мы еще ждем уже опаздывает на полчаса пока она опоздает на час в итоге потому что эти звезды шоу-бизнеса и бизнеса кстати теперь тоже тянется в киевских пробках у меня же еда станет поэтому я думаю может мы сделаем пока он боксинг он пакинг немножко с вами поболтаем вы тоже себе что-нибудь там завариваете замачиваете мивинку кофе и че вообще хотите кстати сегодня мы будем пить сашей не вино какое-то такое пиво польская очень дорого стоит вот 4 бутылочки 03 вместе с фирменными стаканами мне обошлись в 2000 гривен но что интересно здесь пиво то ли настаивается то ли содержит себе савиньон блан по моему в общем какое-то вино белая которая создана какую-то часть вина в нем мы попробуем точно посмотрим если она но также она дополнительно настояна на абрикосах вот кафтовая польская пиво 8 с половиной градусов них нет отсюда как уедем вообще ладно тихонечко пригубим единственное во всем нашем большом офисе я тут обошел нету открывашки тут не за что зацепиться уголок неловкости вот что делать когда вы не можете открыть бутылку спел я давайте ключами кто выручит в такие непростые времена извините пожалуйста а у вас нет открывашки для бутылки у заседей всегда можно занять открывашку в итоге да мое любимое теперь пиво будто но так тяжело было добыто так ну что ваше здоровье друзья наконец-то мы можем начинать прям ламповый прям эфир поехали заставочка сейчас будет у нас тут небольшая студия вас привет ты помнишь здесь ты был уже да я был прикольно саж я рад тебя но воды я вас попрошу доживай дать пожалуйста машинская окей отлично мы с ними друзья друзья да вот они тебе хотя бы деньги платят ты знаешь не платят машинской нет самый богатый самый дорогой бренд украины нет ты знаешь должен в брендах сейчас уже разбираться я разбираюсь машинская настолько сильный бренд что им не обязательно платить тебе деньги они значит они просто приходят и говорят мы отключим тебе воду вообще везде в доме ты умрешь от жажды нет смотри они классно поступили на самом деле это крутой маркетинг когда ты выводишь воду на такой уровень что они уже говорят но они они себя считают на уровне со спортом они настолько же полезны как спорт как не знаю какие-то там как здоровое питание без которого уже никуда и никогда приходит там тем же блогерам там ко мне они говорят ребята мы типа делаем рекламную кампанию но мы же моршинская и мы делаем так что вот все же должны пить воду если они будут заниматься спортом не пить воду значит они поумирают поэтому как бы давайте бесплатно вот и самое главное что все и ведутся но на самом деле ну да большинство случаев но я с реально очень хорошо дружу и они это крутая общая коллаборация они молодцы можно сделать так чтобы люди без франшиз умирали тогда наш продукт станет для них крайне жизненно необходим да ты же стал на входе там много было написано и франшизы и франшизы ты стал предпринимателем давайте так с чем у вас ассоциируется обычно саша пидан да мне самое интересное камеди у меня камеди не полезь не полезь по возрасту все тест на возраст как-то полины пух жара июль до 35 плюс ну с чем или с кем еще ну не бойтесь ассоциация просто 1 ассоциации да можно сказать это нормально мафия это значит смотрит на youtube канал это там написано подсказки на экране моложе мафия мафия на youtube канале моего я знаю я смотрю молодец это круто так это крутой титул пойми это вообще-то статус типа отец года как по мне в наше время согласитесь но то есть типа но кто там юрия горбунова отдали отца года удовольствием юра забирай но там не знают есть такой рейтинг есть какие-то шну это как типа слушай в украине ты тебя удивлю вообще есть шоу-бизнес некий который думает что он есть и вот и там есть какие-то там награждения вива там делает и так далее они вечно кому-то раздают вот вот юра стал там отцом года класс я рад но я думаю что я тоже претендую на эту штуку как минимум потому что я нашел формат при котором я в корот в хорошем контакте с дочерью подростком в 16 лет мы с ней дружбаны и это прям по моему вообще-то супер современно вот плюс это еще и она зарабатывает на там деньги я зарабатываю на этом деньги но тебе платит по сути можно концепция что канал типа аккаунт ее или больше ее чем твой да это правда ты там как приглашенный это правда ну то есть я ей предложил это на самом деле ее бизнес я говорю лера тик ток это твоя история понятно там за имя я забираю половину вот за фамилию вторую половину нет все по чесноку то есть реклама которая приходит нам на тик ток мы этом дерибаним но лера ты ведешь тик ток ты отвечаешь за те видео которые мы там выставляем не рекламные ты смотришь за тем что как когда и так далее там подписываешь совершая свои ошибки но тем не менее это ее маленький бизнес это так прикольно круто саша у нас же нету монтажа это такой типа как прямой эфир в записи на херен мы сделали ну чтоб не эти плашки не делать это сложная сложная рендер значит напомню я его и это модно меня зовут роман ведущий кириллович меня просто всегда ведущий называют не я рома никак не могут забыть не у тебя нет у тебя самая большая проблема непонятно это твою очередь это роман кириллович неудобно наверное причем на подписался роман кириллович на фейсбуке нет не тот кириллович да анатолич нормально кстати дима его фамилия да 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 а дима борисов думал что это его отчество да те же проблемы и так как ты немножко опоздал александр пидан может опаздывать пидан или ребят расти мы тебе не мы хорошо здесь время провели да я вижу 8 и 5 оборотов нет здесь 48 то что я пью я пью другое это не то там да есть 48 лишь 48 до поменяемся я просто я могу принести у нас еще одну тени на собой меняться ченч может лишь ведать им 48 и 85 жена лир лире отдашь 48 самый как у тебя с этим то есть духом да я не нравится я я бы если можно было так написать там просто немного социальных активностей плюс там спорт и так далее если бы я мог написать то я вам писал статус элитарный алкаш вот объективы это спорт и бухло это же наше все объясню ну я люблю алкоголь на самом деле это точно не наркоман вот я но какой правильный хороший элитный он имеет место быть в жизни и ну там понятно в меру вот когда ты уже типа оттуда упал и тебе пофиг все закидываться тогда ты настоящий алкаша так мы ржем конечно но я люблю хороший алкоголь ну чтобы но вино виски последние пару недель пиво почему-то блин как мы угадали ну честно так приходишь и там правда я люблю там легкое причем у меня такой разнобой я люблю наше украинское живое пиво там я из хмельницкого родом хмельницкая в тернополе есть в эти 8 литровых бутылках нет нет 8 литровых за 20 гривен это зло не 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 наоборот там смотри вот сейчас ты путаешь там праведное с грешным есть например хмельницкое пиво опилля по моему в луцке или в ровно где-то есть короче пиво которое там типа живое в бутылке да она старая старая этикетка но она во-первых срок годности три недели максимум они в этой пластике 3 недели оно действительно живое но не пастеризованно и это офигеть как вкусно вкус с детства черт побери у кого как в детстве у меня дед любил пиво очень и он меня посылал за пиво там периодически там подпевал и чуешь гусь лапчистый а ну сбегаем за пиво за пивом вот и он не мог налить там чуть-чуть типа глоточек типа попробовать и вот эту горечь такая настоящая пивная вкусная горечь я ее прям люблю вот но нечасто пиво вырастает вот как у тебя как у меня во первых мы с тобой записывали интервью восемнадцатом году я был в худшей своей физической форме тогда плюс 10 сейчас представляешь я просто вот висел на стуле вот похудел потом я сильно похудела сейчас вот к твоему приезду блин зачем давай я тебя мотивирую хочешь но с пивом тогда если ты просто лупашишь пивас то пей с утра чтобы выгнать потом но пиво это хлеб если ты пьешь пиво значит точно нельзя уже к нему понимаешь мне кажется что с пивом какая штука поправляются не от пива хотя от него тоже если его много пить там гормоны ну сиськи растут у мужиков вот а поправляются ты нормально в худе ничего не видишь блин как мне нравится оператор который жжет постоянно это просто кайф ты просто бог вообще я я до тебя это андрей лесневский официальный смех всех бизнес каналов это вообще кайф вот так вот а поправляются чего от того что к пиву пиво разгоняет аппетит и ты начинаешь орешки и чипсы вот это все говно вчера до несите у нас есть у нас есть у нас есть еда мы еду заказывать спасибо чуть позже давай лучше хоть сделаем что-то полезно не мы кушаем в кадре а да да если ты хочешь можем не если если вот еще один лайфхак видишь моршинская когда-то я на встрече с моршинской сделал вот эту штуку и они сказали блин чувак ты можешь давать мастер-классы как правильно сминать бутылки но потому что это всем тем кто даже не эко но хотя бы чуть-чуть думает не только себя об окружающих друзья когда выпили воду любой напиток сомните ее и закрутите крышечку если вам впадло сминать не закручивать и объемов забирает но много большой объем тары получается и мусор а у нас проблемы с мусором это майонез тебе у нас вся жирная еда это ж под пиво кетчуп нет можно не ездить это брусничная какая-то хрень посмотри по цвету но цвет как у этого как у каберне алкаш да элитарный кабинетарный так что это 555 гривен с тебя богатый канал богатый и обычно мы заказываем за 2 а это была акция берешь один пакет заказываешь 2 это просто гренки класс зачем они здесь я не знаю картошечка любишь картошечку практически отказался не то чтобы я был дожник я могу я люблю рис гречку круто сэндвич что-то мы заказали селедки у нас менеджер по заказу еды ты селедка я увидел ты так давай оставим что-то попроще но это рыба это рыба как-то сырные шарики какие-то сырные шарики оставим рыбу оставим давай да давай пожалуйста ты любишь рыбу нет я в смысле да но блин такое прям не фанатею я ем ее когда она вкусно приготовлена или когда какой-то сэндвич с рыбой да это прям какой-то мы сейчас в амстердаме на самом деле это называется амстердам видишь как я угадал нидерландский валь забери пожалуйста это вам я готов забрать эту штуку с собой подпила мы беспокоимся вообще тебе сейчас не вонять селедкой этим но но это реально блин в амстердам летают люди зачем за травой и за этим сэндвичами или за этими сэндвичами после травы запах окогенный вот именно он не селедочный а там соус какой-то еще есть что не селедка тоже есть огонь класс ты был в амстердаме как первый раз помнишь неудачно слушай ну типа мы попали вечером на полчаса лил дождь вокруг как-то все стало так страшно чуваки в черных каких-то куртках сами тоже смуглые очень и говорят кока экстези кока экстези какие-то страшные бабы в этих окнах которые там надергивают шторы втыкают тебе факи тупо от заката до рассвета знаешь я ожидал типа амстердам а второй раз уже когда мы туда у нас пересадка была мы летели на серф в норвегию и мы прилетели туда с утра и мы у нас там друзья мы взяли велички покатались по каналам в парке блин это был вообще круто то есть вот он наверное как кому-то может быть и нравится кока экстези но это пугает расскажи немножко если хочешь угощайся на пассиву у нас же лёша делает еду на канале у себя дурни он меня предложил у него шоуру и так удачно съел он не спросил чё мы провали мешок дзк 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 канал еще куда я уже не помню ты отравился нет нормально мы ели ну типа а ты любишь он говорит он офигел ты не филосе ты шаурму ешь ты в ней там что-то разбираешься глюдая полюбляю над одеты ешь и такой типа на сакаре люблю ну так чтобы не травануться наверняка сервис все типа донор называется мне понравилось короче слушай что произошло дальше очень круто я сказал я думал ну лёша бизнесюк вырежет мне значит через там когда вышел эфир через дней пять я прихожу в офис вот такая коробка огромная корзина такая прям не объемная корзины которые депутаты друг другу на день рождения дарят цветов только там вместо цветов две бутылки вина коньяк типа гранаты вот такие огромные какие-то азербайджанский чай и так далее очень красивым почерком написано прям уважаемый александр там чуть ли не от всего азербайджанского народа спасибо вам за то что вы там оценили наш сервис вкус и так далее блин это было так приятно вообще просто азербайджанцы щедрая душа да ну шарики такие очень берет всегда они меня так еще и словили понял ты до него с собой бери чтобы они хотя бы узнавали об этом потому что наверно тебя они не смотрят двести семьдесят девять тысяч подписчиков да хотел миллион было больше сейчас откат машет у всех ходит да потихонечку типа знаешь какая вот я на самом деле везде что в инстаграме что на ютюбе даже в тик токе начались какие-то там типа чистки отписки не знаю что такое вот она держится в районе 280 и не туда не сюда мне кажется что мое ощущение я выбрал там ту аудиторию которую там которые имеют а в украине она есть какая-то вот тот возрастной ценз мне надо что-то менять глобально чтобы подтягивать другую но youtube для тебя чем стал у тебя же в итоге насколько помню тебя туда затащили да я честно и не сильно хотел я с ютюбом сделал типа есть этом плюс и минус да типа мы достаточно быстро набрали аудиторию но какая аудитория растет достаточно быстрее дети дети вот мы их и набрали и потом по факту я не знаю не знал что с ними делать то есть сейчас я я потихонечку меняю аудиторию вот у меня там типа мафия это уже все-таки аудитория постарше я начал там последний сезон я уже начал и людей постарше слушай там тот же дурнев кацурин и так далее там влады я смотрел несколько выпусков причем даже удивительно что я подсел я вообще не люблю не играю в мафию непонятная игра но я разобавался в правилах благодаря твоей программе я полезен и мне зашло не смотрю это постоянно но как контент какой-то период моего там времени не ну позитивная штука на самом деле мафия на самом деле это интеллектуальная история мы постарались ее снять там максимально нативно там комфортно для тех кто там задроты любят играть закрытыми глазами пожалуйста да там предупреждаю что закройте глаза хотите закрывайте глаза угадывать чтобы ну так же можно и есть люди которые так делают это круто так я вообще я представляю выдержку этих людей которые прикинь закрывают глаза и ждут и ждут ночь это так круто я просто блин склоняю голову вот вот этот формат который у меня зашел он и идет и он и держит сейчас канал на плаву по факту мы пробовали разные форматы другие там начал там что-то меняете там бороться с аудиторией дай мафию типа где мафия гоу мафия знаешь так далее народ хочет ну окей но я не могу только одну мафию снимать да я там делаю какие-то спец штучки по большей части для тебя это такой чемодан ютюбчик типа завел уже надо вести или нет знаешь у меня на youtube сейчас есть планы большие объясню я я рад тому что я его завел в какой-то момент это был чемодан маленькая ручечка то есть я уже думал блин ну черт до одного пальца да вот так и тащишь его думаешь надо ли оно мне или нет но слава богу это до психанул и дважды снимал мафию пулами в вот в преддверии локдауна вот тупо за день первый раз там предпоследний сезон вот и мы сняли на крещатике в цитрусе мы с ними партнерились тогда и у них там на локации и вот на следующий день закрыли все магазины все-все-все локдаун такой жесткий и сейчас я снял тоже тогда и тоже был там прям было все закрыто смотри я снимаю как бы за свои деньги монтирую все выдаю ну и туда потихонечку приходит реклама по крайней мере когда приходят рекламодатели они заходят ко мне говорят мы хотим к вам youtube я говорю окей у меня есть куда их ставить у меня есть формат который заходит там от стока и выше просмотров но мне не стыдно это органика да это органика и дома если куда-то мы вбрасывали там там больше гораздо потому что там органики стока и выше всегда и клёво да и поэтому там типа тоже закрываю весь пул инста там фэбэ как правило не продается youtube и тик ток то есть у меня все соцсети что что больше приносит денег инста инста самый простой и больше сегодня да я не открою делать инсту на проще чем youtube дешевле проще таки она рабочая ну давай так между нами девочками все хотят продавать все хотят увидеть завтра продажи instagram самая продажная штука у ютюба другая рекламодателя да то есть если я захочу продавать через тебя там пиво или там потом мы еще вернемся вот то ты сделаешь это быстро как вот через сколько там секунд минут дней я увижу продажи я не маркетолог я не я не обещаю продажи они должны мы все нужны по отзывам клиентов давай так они ну так вести пост работает два дня о чем говорить то есть вот тебе не надо долго ждать когда у тебя раскачаются youtube до сих пор у меня там последний ролик например там на ютюбе а вон смотри битва там не соц сетей самый смешной выпуск видишь 284 к чуть-чуть да вот 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 4 вот ты держал на нем только что мышку дзкшники видишь левее вот они вот там сейчас 284 к он продолжает набирать там там в неделю в день и так далее в этом прелесть ютюба если ты делаешь какую-то нетленку и тебе нужна имиджевая реклама это круто ютюб на тебя будет работать и работать и работать там миллионные могут посмотреть непонятно как он выстрелит и так далее но если говорить прям о прямых продажах то скорее это инстаграм то есть то что нужно быстро конечно тренинги онлайн курсы о блин я не берусь за акции не берусь за акции тренинги не берусь за гивэвэй а бухло рекламируешь нет сейчас не рекламирую потому что у меня много спорт дети социалка моя мы отказались от бухло мы рекламируем за то поэтому welcome к на франш серии вы можете себе позволить у возрослая аудитория у меня достаточно кстати тебе это как-то не знаю там тяготит смущает или на тебе окей с детской аудитории от которой ты уже совсем далеко на ютюбе вообще они это в инсте у меня другая аудитория в инстаграме у меня взрослая аудитория у меня там в инстаграме у меня основные там принципы там семейные ценности у меня много семьи у меня много полезняка мы сейчас начали последний год много пишем лонгридов причем полезных влетают понятно какие-то рекомендации сериалов кулинарка влетает ну то есть если у меня там были дети то знаешь я там готовлю какие-то там не знаю бургеры что угодно вот такое простое на изи я говорю готовлю типа и выставляю и там типа по двестика было просмотров просмотров охватов еще больше в инстаграме то есть это запрос явно не детской аудитории у меня там хорошая взрослая аудитория я для себя взял принцип кстати с дурнева мы обсуждали где-то может быть он мне надо натолкнул браться за рекламу того что тебе либо не стыдно рекомендовать именно рекомендовать либо ты этим в идеале пользуешься и вот тогда работает ты знаешь приходит какой-то заказ я вижу зашквар мы не берем мы говорим сори ребят но это не наш а что самое зашкварное приносили тебе у меня когда-то была ферма червей прикольно это бизнес я не рекламировал а чё это бизнес я бы взялся ну типа как бы черви слушай да так это я я еще когда я снимал дешевое сердито на новом канале у нас были ребята когда черви это же не переваривают вот это все вот фигню и потом выдаю расскажем люди как не успели доесть и выдают на самом деле удобрение ну мы поняли но это такой сложный бизнес как все грязный грязный бизнес вот я вот это прожил этот весь путь в голове и понял что следует отказать не зашквар я не знаю наверное для меня сейчас гивэвэй зашквар вот меня что-то не так раздражают сори причем все я сейчас просто типа иду против системы и поэтому у меня нету миллиона подписчиков ну только потому что я не не сижу на гивэвэях но по чесноку гивэвэй это что это это игла на которой висят сейчас все блогеры смотришь такой да у них охваты типа сторизы по сто тысяч и так далее так конечно они сегодня разыгрывают типа машину завтра машина завтра квартира послезавтра парочку айфонов раздадим и они только заканчивают один гив заходят другой окей но если давайте смотреть правде в глаза рекламодатели нынешние которые адекватные и уже начинают просто не за лайками и не за охватами охотиться которые начинают свою аудиторию обозначать и понимать они понимают что давай так кто в инстаграме подпишется на тебя если ты там будешь разыгрывать iphone 12 взрослая аудитория платежеспособная серьезно с айфонами да с айфонами которых уже есть ну типа кто верит в гивэвэй дети отлично они самые активные и они самые лайкабельные все круто миллион подписчиков и классная активность а сколько из них реальная аудитория которая готова платить сорян ну считайте я не хочу никому переходить дорогу решил для себя нет я лучше буду общаться с моей аудиторией ну типа по чесноку но но когда там я беру за рекламу и понимаю что мы иногда говорим что ребята не совсем наша аудитория может не зайти но мы хотим окей нам нужно вставить твой канал в свой там презентацию ну наверно ну типа окей скажи немножко бюро который ты открыл недавно анонсировал может быть открыл ты давно анонсировал недавно то есть это как-то правильно звать это агентство которое занимается коммуникациями пиаром работая с блогерами смм это появилось у тебя ты занимался но сейчас решил это оформить или там как мы вели меня и по сути на мне пробовали все вот эти штуки если вывели ну у меня команда которая занималась брендом пинан да это мэр да да сколько он стоит если тебе продать кому-то блин не считал не надо считать клиенты спрашивают сколько будет бренд будет стоить через там ну не будет работать без меня ну типа с понимаешь что ты тут это неправильный бренд это как раз с тобой сколько ты тратишь на себя я не хочу себя продавать я не хочу быть продажной шкурой ладно извини я честно не думал то есть мы создавали бренд которому верят у которого есть аудитория выращивали ее с ними говорили на одном языке и так далее вот и пробовали всякие все эти рекламные штуки во всех соцсетях вот какой-то момент начали обращаться к нам мои друзья знакомые там порекомендуй бесплатно да порекомендуй бесплатно посоветуй давайте покреативим ими меня для себя да у себя это такое этих этих немного кстати они ну по нему не знаю может сами обходят стороной может бояться может не уважать я не боюсь например да я только за мы так клево сидим вообще если бы я сейчас пил пивас вообще было бы веселее да так приходили бесплатно часто решил на это сделать бизнес нет какой-то самое адекватное даже сказали ты можешь нас проконсультировать и мы даже за это заплатим мы оформили тавку на педан серьезно да прям тавку официальный но круто типа и как же этот фоб педан есть но это другая история это мои все корпоративы так далее все стараюсь по белому где даже с каналом с новым каналом например мы съемки все на флоте все все по белому ну максимально старая группа до плотные киды сухой у тебя фопов у меня один можно по лимитам оценить доход годовой с корпоративов как раз сейчас корпоративов нельзя давайте смотреть правде в глаза знаешь вы когда открыли педан бюро ну вот мы вышли из коммуникации уже когда у нас были кейсы когда мы уже работали там из 1 2 опора у нас несколько было еще вот и и и мы вышли и сказали так получилось что мы где-то это все сделали рядом с с бадоевым который открыл свое агентство твои конкуренты да да нет ничего общего я даже я даже до конца не разобрался мне кажется что алан бадоев все-таки хоть хочет брать звезд наверное на них делать пиар я таки не понял на самом деле рекламу да прямую рекламу то есть снимать им рекламу с ними рекламу и так далее да брендом подтягивать звезд чтобы снимать бренд уже но неплохие фильтры ты накачал для финал ката чувак фигачу полгода шоу рио а мы рекламу снимали вот это реал ми мы снимали разработали пришли ребята наши друзья и сказали для тб рекламу снимали для цитрусом работали это вот типа это пиар вся история вот куча брендов ну да с ними работаем класс и вот социальное направление то есть у нас три направления это агенция агентство которое мы занимаемся с мм пиар инфлюенс маркетинг пиар стратегии и так далее второе это продакшен у нас есть продакшен который мы закрывали там все наши нужды дальше начали снимать рекламу можем снимать что угодно и третье это педальный education это социальные проекты коих у меня там за год было тоже штук пять наверное кто к тебе может приходить то есть какой-то в стартовый порог поработать с тобой тысяч в деньгах да мы еще так не умеем считать вы берете деньги берем нет арива это двадцать тысяч долларов это пять тысяч долларов это сто тысяч долларов осмотреть потребности смотри мы не до конца смотри какая история люди 555 гривен может быть как стоимость нашего заказа когда тебе уже отработал на 555 отработал смотри люди немножечко путают мы беремся за пиар коммуникации за smm и digital они к нам приходят как маркетинговому агентству и хотят полностью брейдинг брендинг айдентику там типа стратегию и вы это делаете нет и мы говорим мы этого не делаем но рынок такой что у нас есть партнеры если вы пришли к нам вы нам доверяете мы партнеримся вот сейчас у нас там идет как раз общение с аграриями не буду не могу называть но мы говорим сразу на входе мы наш слоган такой мы честное бюро мы говорим ребята мы занимаемся вот этим вот тут мы профи мы готовы взяться за это нам интересно но вот это направление например нет штата не хватит я не могу сейчас посадить еще десять людей дизайнеров там типа еще крея криатуру отдельную и так далее 6 команда но сейчас четыре у нас прям в офисе в офисе мы сейчас офис расширяем до шести ну в офисе мы в юнити сидим один сити ну четыре места да сейчас будет шесть и еще порядка и еще четыре плюс пять еще пять на аутсорсе мы сейчас шестерых посадим в офис и порядка вот ну короче команда 10 человек на так то есть к вам приходит мы это не делаем даем партнеру не даем мы коллаборируемся мы делаем вместе тоже не в играться компания да 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 интеграция ты интегратором выступаешь отлично да лидинг компанией да да лидинг агенцией лидинг агенцией тоже нахватал за слово да ну это прикольно то есть типа мы вместе к ретию мы будем дальше вести это все сопротив мы снимем продакшеном и так далее потому что запросы бывают разные понятно что если вот такая вот история как с аграриями они приходят говорит нам надо брендинг идентику нам надо пиар стратегию нам надо вот типа полностью историю на три года и на две страны ну типа есть украинский рынок и даже не на две страны и там типа европа и голландия мы там планируем выращивать кое-что казахстан аграрии да вот и из казахстана плане помоги нам выставить цепочку да 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 вот понятно что это и они ну знаешь типа это это стоит это дофига работы минимум три месяца хорошей работы причем классно приходят и говорят мы пошли к банде и они выкатили такой кост что типа мы хотим такой же код креатив это круто но банда видите уровень у нас все мы хотим такой же креатив но но не за такие деньги то есть вы какое ваше позиционирование на этом рынке вы там еще новички получается но ваше желание стать кем что-то типа дешевле банды или кого нет а мы даже не идем в пока в сторону да я не хотел бы там рынок креатива он такое там типа мы хотим в кайф работать мы хотим делать мы хотим быть кастомными в меру чтобы вести там несколько хороших клиентов и клиентов с ними прям вот душа в душу что называется работать вечер получать вечер хватает я считаю клиентов у меня у меня съемки были в тюрьме сейчас флэшбэк для кого для нового канала мы снимали в тюрьме первый эпизод экса в тюрьме или что там не эксы мы решили бывших тюрьму вот куда мы хотим честно мы хотим попробовать разные направления вот три направления к том которые мы обозначили мы хотим ими заниматься пробовать мы не понимаем какое выстрелит но насколько он вовлечен то есть ты там занимаешься это твое как ты там как имя ты там как нет я вовлечен педан бюро или ты там что-то прям где нет я делаю ну слушай мне там ну первые встречи с клиентом обязательная история то есть мы встречаемся вместе дальше там креатура там свое внутреннее планирование да я не меня нельзя заставить в офисе сидеть постоянно но то как я часто сейчас бываю на юнити меня уже ужасает то есть его я всегда говорю блин нет офисный план блин а сейчас такой сам типа есть время ты приезжаешь работаешь но мне так удобно я могу там типа работать по 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 тому все что введем по педану ну там мы пишем там я пишу блоге на нв круто мне нравится это же надо типа делать готовить я пишу там там эль какие-то истории у нас есть наша прямая реклама и так далее то есть я приезжаю в офис закрываю и свои вопросы и вопросы бюро но у меня есть партнер лэна левандовска лэнка и она крутая она как раз на и в киевстаре поработала и в других компаниях она мой партнер и мы с ней значит ну то есть она ведется вот эту всю историю как как директор больше операционка на ней а вот она вторая вот она видишь вот наша команда сколько нас тут 8 а сейчас уже даже больше даже больше да не все просто сейчас еще есть двое не на всех хватило пленки мы касается делали сайт у нас еще добавилось двое на фрилансе слушай саш ну удачу тебе ты начал больше читать бизнес литературы когда стал уже таким осознанным предпринимателем уже настоящим давай так то есть ютюбчик блогеры это все казалось бы такой не настоящий бизнес хотя он приносит деньги блин и вот кто-то бы посоветовал реально знаешь если была бы книжка которая помогала было бы так клево нет я люблю читать и сейчас и сейчас действительно стал больше читать умной литературы и я стараюсь тебе что-то дадим почитать да если у тебя прям что то есть вот то что за то что ты ручаешься с удовольствием у нас сейчас типа значит у Хмельницкого в интервью я послушаю у меня есть корпус кстати нашел его наконец-то это новый выпуск там где пахнет еще блин ты так понюхал а я обожаю я токсикомант смачно да я журнальный токсикомант смотри я подсмотрел у Хмельницкого что они например читают книгу там всем всей команды месяц потом они обсуждают вот мы сейчас тоже решили все считая читаем же что мы там еще вы читаете сейчас красную шапочку да это кстати а давайте я покажу сейчас рейтинг топ-100 ты скажешь ты работал с ними когда-то за деньги на корпоративах со всеми наверное не будь сучкой конечно так траута мы читаем и выбираем между прочим между дифференцируйся или умри или маркетинговой что-то что-то но классика это маркетинговой войны конечно это прям основа ее нет в электронном виде прикинь ее на торинках скачай и нет зачем я тогда плачу у тебя за майбук ну то есть я же я плачу за все сервисы а это электронный только читаешь да да у меня нет времени читать бумажную литературу я читаю блин а я на ipad перешел и самое страшное это когда ты засыпаешь и тебя и подпадает твою мать двойной страх три года назад в одном интервью я говорил тебе так и до сих пор бьешь поле я по у меня хуже теперь я просто у меня был ipad mini теперь ipad большой а это еще больнее про да вот этот вот не ну просто обычный блин так больно ребята ну я снимался на телеке там после подъема туда сюда у меня начали там разные проекты у меня был очень один классный продюсер виктория ее зовут не буду дальше называть имен она не продюсер она даже не жена по моему значит и она говорит и такой был прикольный разговор и она говорит блин ты классный такой прикольный ведущий но но ты же такой какой-то недалекий а фактически мне в лицо сказал ты тупой но так как-то мягче знаешь чтобы не совсем меня загнать под на дно и это саша ты в смысле ты дно да говорит а у меня два варианта посидеть и плакать или ну тот который мне пользуюсь по жизни окей я дно вот это что ты мне посоветуешь тогда делать если ты такая умная я готов принять эту позицию говорит не ну во-первых читай книжки как ты мне только что сказал а у меня такой флэшбэк знаешь прошло сколько лет а я думаю блин я до сих пор тупой и второе прикольный кстати лайфхак я вот часто там со студентами общаемся где-то там рассказывают те же там подобные истории и они спрашивают а что же делать как же там типа себя там скилить я говорю скильтесь развивайтесь там читайте классный лайфхак он говорит моя дочь я ей посоветовал штуку тебе тоже подойдет я говорю да одна проблема ваша дочь в десятом классе а мне скоро 30 знаешь типа того википедия на ночь пять случайных статей в википедии там есть опция случайная статья ребята такое вываливается неожиданное и интересное вот прям я подсел даже на эту штуку офигенный лайфхак рекомендую прикинь ты за день учишь пять новых слов или пять новых там прям пять ну да а это важно в наше время а ты знаешь когда там сорокет и дальше я знаю мне уже потихонечку начинает умирать атрофироваться и ему для того чтобы он не атрофировался тебе надо как то что там скилиться находить для себя какое-то новое занятие чему-то научиться это прям есть там психологи говорят и не только ученые говорят то есть его клёво научиться играть на музыкальном психологи тебе будут рассказывать на музыкальном инструменте там выучить язык какие-то такие штуки не рекомендуют поэтому пять статей какой язык ты учишь мой язык тело я всю жизнь учу английский и украинский это самое интересное и вот офигенная в телеге есть штука украинское легко я вам рекомендую я немного подписан каналов а есть английское легко где английский тебя учат на украинском какие-то знаешь типа тестики микро там ударение и так далее и я блин выскочила что-то новое ты постоянно скилишься кстати клёвый формат молодежь вот приемли такие форматы а мы с тобой долгольные читаем книги бумажные понимаешь и нюхаем и нюхаем пахнет клеем я чувствую запах 2021 это хороший признак у тебя были какие-то истории с тренингами ты когда-то проходил какие-то тренинги там бизнес не бизнес какие-то мастер-классы по мне не проходил я я провел мероприятие бизнес конструктору и они мне там тоже давали тренинг а у меня не было тогда ни бизнеса ни конструктора не совпало и я отправил туда директора моего г.о. джуниорс общественной организации не про скилиться я сказал ребята она может помочь там в организации общественной организации они говорят ну да конечно и она сходила ну что-то там говорит многому научилась ей было интересно она рассказывает ну я не могу тогда сказать очень вкусные обеды там были да 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 ну это обычно самое яркое впечатление от любых тренингов это винишко обеды вот это запоминается больше всего комьюнити комьюнити конечно просто обед и винишко вам помогает сблизиться не я на самом деле сейчас там чуть-чуть в шоке от того что все друг другу все преподают да ну типа а ты никому ничего не преподаешь ну блин я не могу я не шарлатан давай так я периодически читаю лекцию в школе ведущих но блин я имею на это право я 20 лет работаю ведущим и они меня берут я прихожу к студентам вот шоу макс называется по-моему школа они меня периодически там будут хорошо бы чтобы нам всем упомянутые сегодня бренды хоть что-то прислали как тебе саккар чтобы назвали сегодня просто всех ну давай саккар пришлите пожалуйста ребята коробочка форбс пожалуйста форбс можете не присылать напечатайте на стол ну мне не жалко ну че там одну страницу давай померяемся вот и я прихожу читаю одну лекцию но слушайте у меня там выжимка в одну лекцию такая типа длина их жизни ну они довольны читать курс в том что не факт что принесет пользы я не могу себе позволить потому что я привык отвечать за то что я черт побери делаю я тут за рекламу не все берусь потому что иногда говорю людям ребят она вам не нужна ну объективно но она не поможет у меня другая аудитория ну типа и так далее а вот читать курс если ты еще сам ну мне нравится что читают курсы про миллионы те у кого не нюхал миллион это нормально я считаю в наше время нормально это прям но есть же люди которые ведутся покупают и так далее просто правильная воронка продаж и блин ну черт поверить давайте сделаем сашу пидана еще чуть больше предпринимателям я тебе спасибо я ты понял одно можно я вот сейчас просто обозначу людям которые начали мы же сделали рассылку по пидан бюро в ммр там и так далее они приняли выставили и на нас просто говна лопатой просто посыпалась полезли артисты нехер делать на корпоративах не зарабатываете что жрать нечего это же правда да это правда но окей смотрите вы же разберитесь куда я зашел и чем я занимаюсь ну типа проанализируйте чем пидан занимался последний я бы сдох если бы жил за последнее время на корпоративах их нет ну это норм ну типа но но как-то за последнее время у меня нормально все с финансами ну типа я не скажу что прям топ и я там жирую нет ребята мне хватает ровно на то что там типа мы себе семьей там можем или там хотим не все что хотим ну что что можем скажем так ну все-таки ковид давай правде смотреть в глаза мне там много съемок обломилось корпоративов тупо нет но мы на рекламе выгребли очень много то есть мы в этом во время ковида я заменил все то что ушло там большую часть ушли корпоративы я заменил это рекламой то есть я что-то в этом понимаю ко мне приходит новая почта уже в который раз со мной работать киевстар то есть у меня много постоянных клиентов которые довольны кстати мы нашли с тобой общего клиента уже это новая почта до их я их уважаю но нереально крутые вот ребята вячеслав климов владимир поперешнюк 69 70 место форсе актуальном наша общая кстати там клиент мы помогали с фаншизом 2014 году да да руда но не но они реально круто и с ними иметь дело одно удовольствие с розеткой не работаешь чуть-чуть буквально разочек но нет они там там мечутся то мы сейчас лх сделали между лх данном или они пробуют разных блогеров туда-сюда знаешь а вот новая почта у нас не просто очень совпадают ценности плюс спорт у меня очень классно наложилось саш у нас здесь есть знаешь такой тест на предпринимателя это если ты где-то да не пройду я только начал начинающего предпринимателя значит какой джефф безос да да этого недостаточно сказать да так без это один из единорогов кто у нас там получается amazon 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 так закончится дату известного известного тебе джеффа газоса я заказывал у тебя там плюшевого медведя если ты не можешь накормить команду двумя пиццами значит ты жлоб нет большая команда большая команда может так он да слишком много людей ты сможешь свою команду накормить вот когда закончится закончится точнее закончится точнее закончится две пиццы а люди голодные еще останутся увольняю тех кто стоит не но это сейчас как раз нас вот у нас ровно столько говорю мы просто берем на аутсорсе кого-то партнеримся как ты говорил интегратор интегратор лидинг рейдженси вот это вот мы вот интегрируем и это так типа кайфово знаешь ну реально когда ты заходишь на может быть прикольно заходишь идешь так долго идешь по этому офису и незнакомые люди на тебя смотрят с уважением ну либо там любовью либо ненавистью я же не знаю как какой-то шеф вот а я захожу и меня все обнимают и это прикольно у тебя тоже так у вас обнимашки эти есть вот эти да ну не совсем но типа ну мы как-то здороваемся там условно интересно у нас тут были соседи которые реально там хлопали там по утрам знаешь там заходит кто там ну давай там штунды не-не-не-не у нас сейчас короче но мы на юнити переезжаем сейчас по двум причинам в другой офис но тоже в юнити первое это потому что мы там нет первая потому что мы хотим расширяться нам нам буквально там два места надо но первое мы мешаем айтишникам а им кодить а мы громкие вот и мы поэтому нашли коллаборации где будет всем удобно и так далее прикольно так ну давай еще одну цитатку кстати про то чем ты занимаешься в бюро ваш бренд это то о чем говорят люди когда ваш бренд то о чем говорят люди когда бренд это точно бренд это блин и не бренд пидан вообще ваш бренд они вообще понимают может быть что угодно когда вы бренд и только been up with бренд это то о чем говорят люди когда вы вы известны когда когда им это кем сегодня им хорошо тобой когда им хорошо то что у нас сегодня происходило то что мы вот рекламировали этим бренды когда у вас хорошая реклама что ты все сдаешься когда вас нет в комнате то есть когда ты не стоишь когда вас нет рядом они бесплатно тебя рекламируют вводные нужны что где когда всегда идет перед тем маленькая нужно без оса это тоже это мой дружбан да блин джефф не подводим хорошо и давайте последний до говорят про рекламку про рекламку когда говорят без вас у нас есть рубрика рекламная пауза нужно угадать что здесь рекламируется можно к этому ответу прийти логически я думаю что это клиника пластической хирургии новый нос ну хорошо это неправильный ответ тебе нужно прийти логически ты узнаешь эту сцену в целом да это титаник это чайка которая предупреждает что им скоро пиндос за мной последует что-то более большое и более большая такая подумай головой следующий раз когда будешь где-то по и кайде да хорошо то есть но это титаник это какой-то постер не знаю ремейк какая-то очень странная компания корабельная нет зоопарк короче ты ты сдаешься наверно да были не прям интересно вы не зоопарк ну как бы он он как бы титаник это что корабль это утро еще это титаник это бренд прикинь это тикток титаник это в девяносимом году это чтобы титаник это фильм фильм я говорю это реклампостер какого-то фильма но на фильма это постер о фильмах а это типа рецензия фильмах рецензия фильмом что нет ну короче это очень сложная штука это реклама видео сервиса какого-то где написано что реалити сакс ну то есть в жизни вот если пытаешься повторить вот такое у тебя будет а смотри фильмы там все круто красиво там там волшебный мир то есть не пирожковая да как бы сейчас объяснял пять минут чего это реклама а я должен был угадать это это хостинг-постинг когда видео объясняет тебе как в общем как я мог это угадать без понятия твои проблемы блин двойные стандарты а вот теперь я опять тупой понимаешь ты его вывод сиди читай и сейчас опять читай книжки мы общаемся с викторией просто да есть еще у меня для тебя такая одна веселушка но мы к ней перейдем немножко позже пусть она здесь лежит и напоминает самый интригующий youtube-канал вот она саш формы обсудили давай его уберем желаю тебе как раз на бложечку и попасть я буду паси большая ой знаешь кем меня сравнили блин как этот голливудский актер у которой очень большая рекламная рекламное агентство штатах там мировое какой-то там блин это твои ребята он не скажу ну прям он и они написали конечно же типа это в голливуде возможно актер может руководить большой нормальной и крема на большим агентством у нас и наши звезды равно и как бы ты и и и так и будет все равно это я молодой у тебя потому что да это как раз после того как мы с тобой записали выпустили интервью ты поднимался на монблан да было делать восемнадцатый год до конец ну или там где-то осень вот об этом рассказывал катя сачи но я не катя сачи я хочешь сам послушать я хочу сам послушать потом я танцевал это ты да как тебе этот опыт это первая твоя гора было да монблан была первая гора это было случайно и это любовь на всю жизнь альпинизм это очень грамотный наркотик объясню после монблана у меня уже был казбек пять тысяч сорок пять метров они там решали перемерили гору докинули камни причем прикольно пришли какие-то латыши и перемерили там что-то такое было вот и потом был арарат у меня был арарат тоже самое высокое у меня теперь арарат она самая наверно она легче чем монблан и казбек но она пять тысяч сто пятьдесят вот и это очень круто я очень хочу сейчас на матер хорн где это на шоколадке таблерон отдайте сюда кстати ой блин прикольно вот она вот она это одна из самых известных гор мире потому что она она очень она очень смотрибельно она так выглядит круто вот он выглядит не розовая ближе к белому вот она технически сложная ну в общем альпинизм это испытание себя всегда нужно есть шоколадки еще одновременно и шоколадки и и и не факт что поможет это очень круто ты конечно там по правильному конечно надо готовиться надо бегать кроссы надо там как-то привести себя форму физо должно быть хорошая но еще куча факторов которые могут на это повлиять потому что да это срыв мы тренировали вот если тебя нам на монблане а последний сильно дернули да на монблане есть последних 300 метров там три такие типа горы по сути ты переходишь вот видишь вот сейчас если так присмотреться там в общем каком-то ты идешь вот шириной в этот стол вот такая тропинка вот сюда не не сюда вот идешь связки и ты должен в к тому моменту моего друга например который не дошел этих 300 метров и он там и остановился и молодец космосе он остался это он пошел вниз спускаться то есть не уже было там синее лицо черные губы он уже его уже шатал он говорит я иду я засыпаю прямо ходу а ты идешь по вот этой ширине вправо километр и влево минимум столько же и ты идешь связки и самое главное там есть такое удивительное правило если кто-то там падает срывается 2 в связке прыгать в другую сторону чтобы перевесить но статистика говорит о том что на тренировках обычно 60 процентов большинство прыгает в ту же и тогда дни ты идешь а ты идешь с этой информацией по вот этой штуке и уже ну это прям конечно это очень сколько процентов не прыгают лучше лучше даже не прыгнуть но она тебя может стену я не знаю в кустого прыгать они будут в общем это изнурительная такая штука мы вышли на там если коротко то это надо быть готовым к тому что там ну там акклиматизируешься ходишь горы сначала там тебе надо привыкнуть к высоте организм должен привыкнуть к высоте к тому моменту как мы поднимались но меня схватила горняшка мы сходили там на на 3 400 переночевали спустились проводить шамани горная болезнь горная болезнь до конца горняшка горняшка этот проводник вас только горняшка сходила тебя вот и я спустился вниз мне было нормально я такой типа умник взял шамани думаю съем стейк с кровью идиота кусок блин я блевал и и отдавал со всех частей своего тела все сутки то есть я я я до того как мы пошли на монблан я не я не ел сутки отдал все все я пить не мог и так далее вот в таком состоянии ты по сути идешь наверх то есть тебе уже жить не хочется а тебе еще валить такую длину и мы поднялись на 3 200 поставили палатки и у нас был сложный подъем потому что на монблане есть самый красивый приют в мире называется он гюте гюте да приют гюте может записать загуглить это ну пусть будет тогда это приют по сути вот вы открывай фоточки да блин вот посмотрите на эту красоту это нечто невероятное в общем это строение там по-моему 11 миллионов она обошлась или что-то после это приютом живут какие-то люди не животные это отель они называют это приют дима рефьюж оттуда пошло типа ты типа отеля ты приходишь туда на ночь 2 стоимость там типа порядка 60 80 евро место ограничено париже да туда еще фиг запишешься надо бронироваться заранее его строили причем все коммуна люди альпинисты сбрасывались и они еще нашли спонсоров это все там на 11 лямов строили все вертолет и вот он там свисает в ту сторону в другую он вообще свисает прямо на над скалой но это нечто невероятное тоже солнечные батареи так далее так вот мы когда туда шли там было занято у нас получалось что не было возможности там остановиться от него идти ниже он находится там по-моему 4200 что это мне такой большой припад нет это 3800 а мы с 3200 выходили то есть мы шли еще на 600 метров ниже у нас значит мы выше в пол второго где-то ночи ты идешь всю ночь там даже там карабкаешься там есть шикарный кулуар гранд кулуар называется его надо проходить ночью потому что днем оттуда летят камни с высоты 800 метров и даже вот такой камешек ты хотя бы увидишь это маленький камешек этот который пролетает он представляешь с этой высоты какой набирает мощность тебе надо перебежать этот 50 метров на высоте отсыпется из-под тебя земля это так круто ну круто имеется ввиду стрёмно конечно но лучше переходить ночью потому что подзамерзает вот смотри еще со всех сторон под замерзает просто температура ночью ниже и меньше камни летят собственно и вот оттуда мы стартанули и залупашили вот с утра мы пришли где-то даже не помню к 11 может быть в лесах строили когда вертолетами но все туда же невозможно по-другому туда на вертолетах доставляли курьеру которые заказали туда он такой блин там есть история о россиянах которые туда на вертолете заказали кристалл пятилитровый или что-то вроде того да и причем там типа там прикольно получилось чувак из головы такой ё-моё я убью себя там какой-то типа вот этот газпром какой-то что-то они там туда-сюда вот и они заказали что-то там праздновали заказали пятилитровую эту хрень но причем знаешь альпинистский мир возмутился да как да что а местные говорят блин так круто они все не выпили они всех угощали но есть такая вот еще история легенда об обрамовича по моему или о ком что его туда доставили на вертолете и его там схватила горная болезнь и спустили обратно потому что ну это типа так нельзя организм должен набирать по-хорошему нельзя хакать гору ну да там типа нельзя обмануть организм организм он должен там есть какая-то тактика набирать не больше чем километр за сутки перепада вот ты таким образом акклиматизируешься потом делают еще радиальные выходы ты выходишь наверх например данный на километр выше может переночевать и спускаешься обратно или просто сходил туда назад вот поэтому когда туда высадить человека он ну типа не дойдет ему может стать просто плохо на этой высоте и и это это типа прям неправильно но не спортивно как минимум но вот после этого я подсел я раз в год стараюсь ходить на гору не покорять не путать эти термины потому что покорить горы невозможно очень философский у нас вывод из этого всего да саша последующих но это возможно всем тебе можно меня уже зайти вули так так идут блин девочки выносливее чем мужики на самом деле оказалось кстати в связи с этим у меня есть для тебя небольшая история поговорим о курочках а мы говорим о курочках мхп тоже наш клиент на три курочки я тоже сегодня нарекламировал твоих клиентов знаешь сколько таких мхп мхп а по 3 на пиру кто такие мхп это нашли а как расшифровывать мхп мироновский хлебопродукт комбинат комбинат как это может быть нет нет мироновский хлебопродукт а хлебопродукт ну логично же наша ряба мироновский хлеба так получилось из давней истории в википедии на ночь посчитаешь почему-то красиво насчет девочек курей наших курим элитным хлебом потом не пишите мне что это я гостей перебиваю пришел человек который лучше всех перебивает они я на самом деле почти на тебя не обижаюсь это чекен тест я хочу с тобой сделать проходил когда-то есть такой тест чекен тест который проходит там полицейские военные ребята которые идут в караул торжественный когда они стоят в англии так как шапка с этими непонятными палками вот и когда перед ними такие выходят туристы и такие фоткается давай они должны сохранять вот каменное лицо давай что мне делать я сижу и не стоит нет и стоит сидишь меня не смеяться не смеяться ты должен сохранить каменное лицо и удержаться от любых эмоций ну во всяком случае не заражать готов ну наверно пошел мы сдали со второго блин какая может забрать собой серьезно я я думаю 55 гривен отлично я сбросишь мне карте вот такая самая дешевая поэтому тебе не это офигенная спасибо вот будешь я малому есть малому призу собака есть есть хороший подарок для собаки собака которая думает что на собак вершинский терьер те маленькие чуть-чуть больше может испугаться боже мой какой громила пришел к нам так саш в принципе все может быть если ты что-то о чем а слушай у тебя была история не знаю насколько уже не в тему с вакцинацией ну ее мать я могу тебе рассказать да ты сделал ты сделал да давай народа его эфире и палате ты сделал не то сочнее это сделал ты вакцинировался в прямом эфире показал всем что там делать принципе я тему поддерживаю но мы не об этом 2 это делал вот на днях 27 по моему числа так ты пить можешь при этом вспомнил все предыдущие недели и мы вакцинировались и с нами был министр здравоохранения и разные люди и было там там могла пред представитель боже катя ее зовут не знаю на прям как топит топит за вакцинацию она в она врач и так далее и говорю я конечно извиняюсь а это типа может это надо как-то отпраздновать и дальше мы пойду и накидаюсь смысле можно после вакцинации они сказали да и я поднимаешься не проблем никогда задает вопрос типа чувак ну было ли тебе плохо от вакцины не было фига не знаю у меня у кума был дождение мы пили вино ходили в театр реально и вот видно на шахерезаду по что не помню то есть мы пили потом вышли пешком сходили вернулись обратно там стейкхаус и по сути у меня был бадун на следующий день был бадун это была слабость от вакцинации или бадун я не знаю вот но но я нормально себя чувствовал то есть мне не было никаких там побочных эффектов вообще никаких после того говорят бывает ну поживем увидим но но как минимум знаешь будет чем отпраздновать слушай ну я 90 дней не болел ковидом до этого не болел тоже но я не заразился хотя я за это время ну проанализировал я уйму раз встречался с людьми которые в тот момент уже были больны ковидом мне этого вот так вот предостаточно пойми ну как бы я не слег не выпал из работы нет у меня там этих депрессионов мне там страшно на людей смотреть у нас молодые девчонки блин на на съемках ну я не видел в таком состоянии она говорит я мне после ковида не могу никак но они еще перенесли но не только на ногах знаешь 14 дней но потом еще видно надо там прийти в себя а им дальше снимать у них плотный проект он говорит ну я прихожу вот пять дней работаю а выходные я просто сплю и говорит у меня уже так два месяца и говорю офигенно ребята нахер вакцинироваться давайте лучше так вот переболеем типа и выпадем из жизни поэтому я за эту тему топлю с удовольствием я маму вакцинировал съездил хмельницкий тоже официально все это что возможно люди 60 плюс по моему они уже имеют право вставать списке в любой поликлинике где там вакцинирует и пожалуйста ну родители хоть вакцинируйте если вам типа вы не верите в медицину если вы не понимаете что чуть чума нас унесла бы еще тогда когда их мы бы отказались от пенициллина там знаешь то как бы хоть родителей все я тебя отпускаю наконец-то можно открывайте двери отвязывайте спасибо за история с кондиционерами я специально выключил нам нет уже супер жарко ты где-то в я посмотрел подкаст ты рассказывал что ты боишься кондиционеров и типа в своем доме включал один-два раза все время или это да не я но у меня от кондиционеров типа сразу же посадится голос моментально да я ухожу ухожу уже ну что если это волос моментально я понимаю что надо выйти из комнаты нет ну как бы да нет я что-то не люблю я люблю лучше открыть зимой там этот форточку чем летом сходить на бонбуан подышать свежим воздухом блин я за свежий воздух и вообще сейчас еду на дачу у меня там жена сын и еще и ночная съемка это это следующий раз на самом деле посмотрите в новом сезоне проекта x3 класс спасибо тебе огромное си пошли соберем тебе еды на вижу что-то